Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и сегодня мы с вами продолжим тему с топами. Лучшие из лучших в сочетании характеристик цене. Немного обновил топ, но как всегда, ребята, это мой топ. Моё субъективное мнение, основанное на моём личном опыте. Какие смартфоны именно я считаю лучшими на сегодняшний день и почему. Обновил списочек, цены постоянно меняются, появляются новинки, старые короли топов уходят и всё как всегда. Но что неизменно, так это то, что данный ролик не реклама, а моё видение ситуации на рынке. Будете ли вы покупать после этого эти смартфоны или же нет, мне не важно. Главное, что я постараюсь донести свою точку зрения. Ну а если мне при этом удастся вам ещё и помочь определиться, я буду только рад. Ты помнил, что сегодня цены одни, а завтра цены могут улететь или наоборот упасть и всё поменяется 10 раз. Ну или выйдет очередная имба и все старые можно будет сливать в унитаз. Но это опять же нормально, всё развивается и не стоит на месте. Ну и пожалуй начну как раз таки с одного из таких сбалансированных аппаратов на сегодня с ценником в районе 25 тысяч рублей. Да, это Poco X6 Pro, наконец-то нормальная достойная замена для Poco X3 Pro. Но за эти деньги смартфон сейчас уже встречается крайне и крайне редко. Бывают, вскакивают акции, но там всегда всё раскупают буквально за минуты, так сказать, для самых быстрых. А вот средний прайс это как раз таки 25-30 тысяч рублей. И при любом прайсе из перечисленных он в принципе хорош. Есть конечно у него и некоторые нюансы, например камеры топовыми за этот прайс я назвать не могу, но фотографирует он в целом неплохо, вот именно на своей 25 тысяч рублей плюс. Есть автостап, неплохо пишет видео, но только в 4К 30 кадров в секунду. В целом понравилось звучание, ничего нового, но не хуже конкурента в этом прайсе точно. Довольно прикольная внешка, особенно в жёлто-чёрном цвете, прям вообще огонь. И дикомаркий корпус в чёрном. Да, смотрится он хорошо, но лучше засунть его в этот самый прозрачный чехол, тогда будет получше. Экран тоже неплох, опять же, ну не лучше, не хуже братьев из F5 серии. Жаль не 144 Гц, но честно и 120. Ну и самое главное, конечно же, железо с последней обновой у меня прям в максимальной версии на 512 выбивает вообще под полтора миллиона очков в Antutu, даже больше. Это чуть ли не уровень Snapdragon 8 Gen 2, чуть слабее, но уже очень близко. Троттлинг есть, но по большей части не критичный, особенно с последней обновой в играх прям особо и незаметен. Как я сказал, ну не супер идеал, но объективно он точно в топе моего топа. Дальше опять же крайне редко, но я всё же уже натыкался на Xiaomi 13T с ценником около 30-33 тысяч рублей, как за этот прайс очень достойно. По сути, близкий к Poco X6 Pro смартфон, чуть слабее по железу, то Dimensity 8200 Ultra набирает около 1 миллион очков в Antutu, но при этом он максимально стабилен и гораздо прям существенно лучше по части камер. Вот если не гнаться за выжимкой производительности до последней каплиок на Poco X6 Pro, то Xiaomi 13T прям сильно порадует по части камер за эти деньги. Это, наверное, один из лучших, как по мне, камерафонов по детализации, по видеовозможностям и по модулям. А в повседневке в большинстве игр он будет, ну, не сильно хуже. А в играх, где есть поддержка 144 Гц, часто будет даже обходить Poco X6 Pro. Опять же, в не супертяжёлых играх по типу Stand-off 2 и тому подобных. Далее это смартфоны для энтузиастов от iKu. Сразу же около тридцатки это iKu Neo 9 на Snapdragon 8 Gen 2 и старший брат около 40 и попутно самый мощный смартфон в мире на сегодняшний день по версии Antutu это iKu Neo 9 Pro, набирающий по 2 миллиона 300 тысяч очков. На Dimensity 9300. Оба брата похвастаются плоскими киберспортивными 144 Гц AMOLED дисплеями и довольно неплохими соньковскими камерами. Опять же, будут получше, чем у Poco X6 Pro и не сильно уступать камере на Xiaomi 13T. Неплохая автономность, ультра-быстрая зарядка и опять же гуглы вшиты, активируется простое ПКшка, если продавец этого ещё не сделал. И есть все языки и русский в том числе, там вообще ничего сложного. Далее в бюджетном сегменте для себя топами выделю неожиданно Redmi Note 13 4G. Да, если в кармане около 12 тысяч рублей, а его я часто на распродажах видел даже дешевле 12, так вот он именно в этот прайс, если строго нужен именно глобальный смартфон, смотрится хорошей рабочей лошадкой. Вполне сносный Snapdragon 685 и 350 тысяч очков в Antutu 10 версии от 6 гигов оперативы и 128 гигов накопителя в базе. Современный Full HD Plus AMOLED дисплей, при том на 120 Гц, акун на 5000 мАч и быстрая 33-х ваттная зарядка. Плюс, опять же, очень хорошая для его цены. Камера на 108 Мп от Samsung, есть NFC и полностью глобалка. За 12-13 точно брал бы дороже, уже стоит подумать. Чуть-чуть дороже зверюга для энтузиастов Redmi Note 10 Pro 5G. Ну, не путать с тем мусором на Snapdragon 732, что продается в местных магазинах, так и еще и дороже. Это 5G-версия для Китая, которую прошивают на глобальную прошивку от Poco X3 GT, ведь это один и тот же смартфон. Дальше он уже обновляется по воздуху. Тут и Dimensity 1100, который у меня выбивал под 850 тысяч очков. Я, кстати, как раз-таки месяца два назад покупал такой смартфон, показывал его вам, тестировал и прям на удивление все было окей. Тут и 4К поснимать можно со стабом по уровню фото, на удивление, похож на Poco X6 и Poco X6 Pro. Тут быстрая 67-ваттная зарядка и 5000 мАч в HD+, 120 Гц и PS дисплей, для многих это важно. В общем, мощнее до пятнашки я ничего вам не назову, как и не просите. Такой вот аппарат для гиков. Чуть подороже это опять же гик-девайсы Redmi Note 12 Turbo, он же близнец эпоха F5 с полностью идентичным железом. Да, тут Snapdragon 7 плюс Gen 2, но при цене около 22-23 тысяч рублей, но опять же, все зависит от курса. Те же камеры, та же автономность, экран и все-все-все. И еще один интересный гик-монстр это IQ Z8. Тут ставится Dimensity 8200, по сути его конкурент местами чуть слабее, местами также или получше. И около миллиона очков в Antutu. Довольно неплохие камеры, быстрая 120-ваттная зарядка и 5000 мАч. Еще чуть подороже можно выхватить, к примеру, Realme GT Neo 5, который тоже весьма хорошо сбалансирован. Тут и 144 Гц, и Snapdragon 8 плюс Gen 1, и хорошая камера с соньковским сенсором Sony MX890. Из игровых смартфонов, вот прям если хотите почувствовать все эти сенсорные триггеры, RGB-подсветочки и свистоперделки, то оптимальным из доступных назову Asus ROG Phone 6D. Да, не обычную шестерку, а именно 6D. Во-первых, она дешевле, часто уже можно выхватить и до 35 тысяч рублей, она стабильнее и мощнее своего брата на драконе. Наверное, самая удачная машинка на Dimensity 9000+. Опять же, большой тест есть на нашем канале, там все пропесочили, знатненько так, и он показал себя лучше. И опять же, тут 165 Гц крутой дисплей, звук неплохой, 6000 мАч автономности и все сопутствующие украшательства. Ну, если зарядить денег побольше, то следующая ступень это Nubia Red Magic 9 Pro. Часто проваливается к 55, там может даже дешевле, дороже, но это прям топ, с хорошим охладом и всеми фишками и примочками. Ну, если брать конкуренты, то это ROG Phone 8-го поколения, если дешевле 60, то можно и его. Но сейчас самый вкусный часто бывает именно 6D, когда нарываешься на скидки. Но, опять же, это мое мнение и мой топ, а согласиться с ним или же нет, ваша прямая обязанность. В общем, жду всех в комментариях под этим видео, с радостью побеседуем и разберем смартфончики по косточкам. На этом, думаю, все. Всем огромнейшее, ребят, спасибо за внимание и поддержку, виде лайков, подписок и одобряющих комментариев. Всем удачных покупок, годных гаджетов и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok